Генерал Лев Даватор погиб в декабре 1941-го, в самом начале контрнаступления во время битвы за Москву. А потому его имя оказалось словно бы в тени полководцев, которые спустя 4 года привели Красную Армию к победе. К тому же сегодня многим кажется нелепой идеей сражения конников с танками. На деле, даже во время Великой Отечественной войны, которая бесспорно стала войной машин, у кавалерии была особая роль. И символ успеха конницы в этой войне. Высшая награда страны, присужденная генералу Льву Даватору. Золотая звезда, героя Советского Союза. Уже 9 августа 1941 года, всего через полтора месяца после начала войны, Лев Даватор награжден орденом Красного Знамени. Как это могло случиться с командиром, который болел, когда его подчиненные оказались в тылу врага? Да и ордена летом 41-го давали ох, как скупо. Стоит в этом разобраться. Папова соединена, значит, перед самой войной. Он, значит, приезжал оттуда к нам иногда. Успехи, свои рисунки, покажи, как ты играешь на пианино. Но он как-то стал очень озабоченным. Даватор попал почти в родные места. Родился он тоже в Белоруссии, только в другой области, в Ветебской. Там, в селе Хотино, юный Лева с комсомольцами ставил пьесы собственного сочинения и не мог предположить, что село будет сожжено фашистами дотла, только чтобы отомстить ему, Даватору. Отец с матерью и сестра, которая играла главные роли в его постановках, едва успеют уйти к партизанам. А за голову самого Льва Михайловича будет назначена немыслимая награда. 50 тысяч марок. В официальной биографии Даватора немало белых пятен. Так, например, в ноябре 1938 года в анкете он написал «За границей не был, под судом и следствием не состоял». Между тем, как раз в 1938 году он примерно полгода находился в командировке, откуда присылал написанные как под копирку письма «Жив, здоров, все хорошо». Лишь позже признался близким, был на войне в Испании. Снова и снова над революционным Мадридом появляются воздушные пираты фашизма. Они сеют огонь и смерть, истребляя тысячами защитных женщин и детей. Он очень много рассказывал. Например, он рассказывал о том, как обратно они ехали на пароходе. Значит, у нас был большой такой стул, он ставил утюг и показывал. И на этом пароходе они вывозили испанских детей. «Здравствуйте, маленькие друзья! Теперь вы на земле нашей великой и свободной Родины. Любовью и лаской встречает вас весь советский народ». С середины 30-х годов в Европе кавалерию. Все чаще признавали устаревшим средством введения боевых действий. Как бы не кавалерию, а кодные части. Ну, для транспортировки орудий, техники. И то немцам было. Но кавалерия – это как раз тот род войск, где важно не число, а умение. И Льву Даватору предстояло это доказать. В 1939 году, после окончания с отличием в военной академии имени Фронзе, он был назначен начальником штаба кавалерийского полка, а чуть позже – первой отдельной особой кавалерийской бригады. «Он все время сюда приезжал. Здесь комно-спортивные соревнования устраивались. И когда в конце, значит, уже все выступят, всегда Семен Михайлов». На этих фотографиях запечатлены лишь немногие трюки, которыми владел Льв Даватор. Он был ласом джигитовки и вольтяжировки. Но высокое военное командование не оставило без внимания и блестящие организаторские навыки искусного наездника. В марте 1941-го полковник Даватор получил назначение на должность начальника штаба кавалерийской дивизии в приграничном белорусском военном округе. Здесь болотистая местность ограничивала применение механизированных частей, зато открывала особые возможности для конников. Очевидно, Лев Михайлович проводил много времени в походных условиях, готовясь к войне, которая с каждым днем становилась все неизбежней. Ехал в Москву в очередной раз. Папа говорит, пойдем в военторг, мне там надо что-то прикупить себе военное. Подошли к калитке. Принято считать, что в госпитале для высшего комсостава полковник Даватор провел два месяца. На деле он пробыл там всего несколько дней. До той минуты, как получил некое закодированное послание из Волковыска. В июне 1941-го начинается один из самых таинственных периодов в биографии кавалериста Даватора, который завершится присвоением ему Ордена Красного Знамени. По официальной версии, за отличие в оборонительных боях на Соловьевской переправе через Днепр. Но есть и другая версия, что он выполнял задание, связанное с залпом реактивных установок «Катюша». 14 июля 1941 года на станции Орша они обстреляли скопление составов с немецкой техникой, боеприпасами и горючим, а также оказавшийся по соседству состав с секретными советскими ракетными установками. Группа Даватора натыкалась на какую-то нашу технику, еще либо не под битву, либо оставленную нашими войсками, действительно был дан Богу. ...выведены на советскую территорию. А уже на следующий день, 15 июля, начальник генерального штаба Красной Армии маршал Жуков в своей директиве признает, что значение кавалерии было недооценено. И именно теперь, когда тылы противника растянуты по лесам на несколько сот километров, диверсии наших конников могут поставить противника в критическое положение. Начиналось Смоленское сражение. В течение двух месяцев ожесточенные бои шли на огромной территории, 650 километров шириной и 250 глубиной. Немцы бросили в бой 9 танковых и 6 моторизованных дивизий. Красная Армия могла в тот момент противопоставить им только стрелковые дивизии и кавалерийскую группу Даватора. Оно в соединении противника уничтожили более 9 танков. До полка солдат большое количество техники и около 40 танков, большое количество авиаций для того, чтобы бороться с конной группой Даватора. Быстрое наступление немцев на Смоленск было сорвано в том числе в значительной степени кавалеристами Даватора. Трудно себе представить, что решая задачу государственной важности, Лев Михайлович находил возможность баловать близких трогательными знаками внимания. Его рейд по фашистским тылам закончился 2 сентября, но 1 сентября 1941 года и сын и дочь Даватора получили от отца открытки. К тому моменту ситуация на фронтах изменилась. Дальних прорывов немецких танковых клиньев в глубину нашей уже не было. Гитлеровцы старались не растягивать войска, чтобы обезопасить себя от диверсионных рейдов конников по собственным тылам. И потому советское командование начало часто использовать кавалерию не по назначению. Затем кавалеристы вели бой по типу стрелковых соединений, до тех пор, пока не подойдут крупные силы, мотострелковые соединения, в том даже танковые соединения. 19 ноября 1941 года. Волоколамское направление, 95 километров от Москвы. Несколько десятков немецких танков рвутся к Волоколамскому шоссе. У деревни Федюково их встречает эскадрон казаков 50-й кубанской кавалерийской дивизии из корпуса Даватора. 37 сабель. Они знали, что идут умирать. И перед боем отпустили своих коней. Действительно, в районе нынешнего Ново-Рижского шоссе остановили немецкие танки. Генерал Даватор болезненно переживал гибель своих людей и категорически возражал против затыкания дыр с помощью кавалеристов, которые были способны выполнять особые задания. Однако в дни, когда немецкие генералы уже рассматривали в бинокле башни Кремля, ставке Верховного Главного Командования было не до спецопераций. Нужны были просто люди, готовые прикрыть столицу грудью. Ильву Даватору суждено было стать одним из них. 19 декабря 1941 года в надвигающихся сумерках генерал Даватор выехал на рекогностировку на местность, где предстояло наступление. Накануне он получил неприятную записку от Жукова, в которой маршал упрекал кавалеристов в том, что они не торопятся наступать. Это меня выйти к войскам уже непосредственно на линию фронта. На коне. Он был в бурке. Снял бурку. Позже, когда уже ночью тело генерала Даватора удастся вынести из-под обстрела, станет ясно. Он погиб мгновенно. Пуля пробила сонную артерию. Но в первые минуты его спутники просто отказывались в это верить и отчаянно бросались к своему командиру прямо под пулей. В планшете генерала найдут фотографии его жены и последнее письмо, набросанное наспех, вероятно, прямо в седле. Здравствуйте, мои дорогие, Леночка, Шурочка и Риточка. «Я живу хорошо и крепко воюю. Целую вас крепко. Ваш папа». Это письмо им передадут спустя много времени друзья Даватора. Они же пришлют вместо официальной похоронки телеграмму.